всем привет как у вас делишки я решила выйти в эфир поболтать с вами ни о чем темы нет как обычно у меня просто сегодня болит голова вчера на день рождения свое я съела кусочек тортика меня уговорили а для меня сахар даже вот вот чуть-чуть сахара это на следующий день брожение происходит и похмелье то есть я от куска торта сегодня в таком похмелье нахожусь у меня так голова болит вот так отметили здорово да привет о из швейцарии стая все разбежались привет из турции и я вот целый день в постельке нахожусь у нас льет дождь уже дня четыре наверное сейчас тоже распогодилось вроде как и голова болит еще этот дождь и погода вот думаю с вами хоть поболтать но скучно не знаю чем заняться а и свет целый день выключают поэтому ничем толком заняться не могу даже фильм посмотреть о привет из казахстана из нижнего а ну давайте давайте все знакомиться кто откуда я давно не выходила в эфиры я даже не знаю чем с вами поболтать о чем-то хочется поговорить по-любому надо что-то найти какую-то тему если у вас есть вопросы в принципе можете задавать я ушла до 23 числа в отпуск но меня работы не отпускает все время хочется кому-то чего-то говорить дай пожалуйста алгоритм выхода из неприятностей выхода из неприятностей ага какие вопросы надо себе задать и как испытать благодарность интересненько алгоритм первое что нам нужно сделать наверное расписать себе расписание я бы так сделала вообще на самом деле выхода из неприятности очень много вариантов первый вариант сделать себе расписание на день например до обеда и что-то вы там по пунктам должны сделать и 30 минут на негатив и проблемы у вас должно быть в расписании например с 12 часов дня до 12 30 у вас каждый день выработана привычка на негатив вот эти 30 минут если у вас какая-то проблема там время 11 вы смотрите так подумаю об этом в 12 часов и занимайтесь спокойно своими делами если время там уже пять вечера так подумаю об этой проблеме завтра в 12 часов то есть сегодня уже все лимит исчерпан на проблемы это первое второе вы должны тренировать каждый день привычку себе я не знаю как но мне интересно понаблюдать как сейчас все решится говорить себе потому что если вы находитесь негативе то соответственно реальность как следствие ваших мыслей будет проецировать реальность с какими-то проблемами как только вы переключаетесь на что-то хорошее вы начинаете наблюдать следствие в этой реальности уже совершенно ну другую реальность поэтому надо переключаться мне понаблюдать как сейчас все решится и отпустить и пусть поток ваш вашей реальности вас вынесет на идеальные события плюс вопрос еще себе задаем такой для чего я хочу эту ситуацию я ее сама создала эта ситуация лишь следствие каких-то моих желаний потому что весь мир каждую секунду этого мига мы творим своими желаниями поэтому почему я в капюшоне потому что холодно дома холодно прям вообще ужас обогреватели включать лень сух сухого очень воздух такой сухой поэтому не обращайте на меня внимание я греюсь так о чем мы там говорили о методах работы и выхода из негатива задаем себе вопрос для чего я этого хочу любая проблема любой негатив мы создаем себе своим желанием для того чтобы вынести какой-то опыт плюс это просто маленькая ступенька для реализации какого-то большого желания для того чтобы у нас была энергия нам нужно напрячься что-то сделать потрудиться и в процессе делания напряжения мы генерируем энергию например чтобы у нас в розетке появился ток было электричество и мы могли зарядить какой-то электроприбор нужно подать в розетку напряжения и вот нам тоже надо напрячься что-то сделать если мы бездействуем откладываем все на потом подумаем об этом завтра мы себе говорим может не сейчас там позже а может быть не надо и так далее у нас куча шаблонов и поэтому мы творим уже эти проблемы специально сами себе для того чтобы уже невозможно было сидеть в комфорте в комфорте на попе ровно нам помогают проблемы двигаться и что-то делать потому что когда ничего не происходит все хорошо мы ничего не делаем с и не генерируем энергию соответственно а желание то хотим какие-то а энергии нет ну чтобы они исполнялись поэтому нам придется что-то сотворять в этой жизни чтобы что-то решать действовать и в этот момент удовлетворенные от того что мы там сделали мы получаем энергию поэтому радуйтесь если у вас какая-то проблема радуйтесь что классно я это сам создал это было мое желание это было мне для чего-то нужно здесь будут какие-то для меня уроки какой-то опыт в любом случае все решится я не знаю как но мне интересно за этим понаблюдать я вообще обожаю трудности и проблемы и каждая проблема я не смотрю на нее как на проблему смотрю как на задачи да если я обращаю внимание что это какая-то задача я задаю себе вопрос интересно как ее решить самым удобным для меня и наилучшим способом как только этот вопрос задан мне приходит решение я их решаю и думал боже как круто например у меня была проблема в квартире в которая только переехала на огромное здорово и сделал тут крутой интерьер за два месяца в доме сенат переехала так получилось что надо съезжать первая мысль опять проблема переезжать я ее с трудом нашла я ее искала там два месяца еле нашла квартиру в нужном не в идеальном районе что делать это же такие хлопоты опять переезд опять искать деньги причем чтобы снять квартиру надо заплатить за полгода минимум или за год плюс депозиты комиссия в турции сейчас так помесячно квартиру не снять комиссии там сто процентов отдать нужно это минимум тысячу долларов это минимум дан за то жилье в котором я хочу жить ну плюс квартиры подорожали я думаю 5 это проблема в том стопы себе так почему-то это хорошо не интересно понаблюдать решение не заставила себя ждать случайно не случайно я пошла кайфовать делать себе ноготочки и мне девушка говорит слушая у нас тут квартира сдается этажом выше четыре комнаты два огромных балкона три туалета 2 ванны и кухня огромные коридоры как зал зал вообще прям огромный квартира в полтора раза больше чем у меня район рядышком здесь 500 метрах возле моря прям чё еще а и дешевле в полтора раза вот то есть проблема обернулась тем что сейчас выезжаю в больше в лучшие условия и та разница между вот этой квартирой и другой квартирой на те вырученные как бы деньги потому что она в полтора раза дешевле мне надо было за эту за год заплатить и за ту и вот там разница примерно в сто пятьдесят тысяч рублей я на эти сто пятьдесят тысяч рублей купила мебели и все 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 мелочи для дома интерьера начиная там от штор все четыре комнаты и полностью обставила диваны кровати и шкафы пылесосы там чайники и плиту купил холодильник не все на все хватило денег вот еще и осталось плюс это квартира в которой сейчас живу каждый полгода дорожает причем в полтора раза а та на два года фиксирована одна маленькая цена причем я на следующий год ну прям еще больше выигрываю поэтому эта проблема обернулась тем что стало еще лучше для меня и так каждый раз происходит чтобы не случалось я всегда себе говорю я еще просто не знаю но почему-то это хорошо чуть позже я узнаю мои мозги сразу успокаиваются и не рисует вот эти вот фантазии ужастики какие-то о том что вот надо решать к это проблема это плохо нет это хорошо я просто не знаю еще почему и чуть позже я всегда обнаруживаю почему это хорошо причем в разы лучше чем если бы этой проблемы бы не было то есть каждый раз любая проблема выходит только офигенным сюрпризом для меня я не негативно никогда когда со мной что-то случается наоборот радуюсь потому что дома раз проблема значит сейчас будет какой-то выход из ситуации самым наилучшим для меня образом а если вы начинаете впадать в нервоз там мужчина уходит денег нет долг мошенники там обманули там кот диван испортил ну что угодно может быть работу потеряли это всегда к лучшему и позже вы об этом узнаете почему но если вы будете негативить вы будете терять энергию и вот это решение в лучшую сторону она всегда оттягивается до тех до тех пор пока вы ай хрен с ним ай пофиг пока вот вы не успокоитесь проблема будет тянуться но если вы сразу радуетесь этом она сразу решается начните экспериментировать и просто повспоминайте как все события вашей жизни позже в итоге обернулись тем что это было хорошо для вас если вы вот это сейчас по вспоминаете то дальше вам будет проще надеюсь понятненько да это самый простой алгоритм либо если вы хотите по серьезному поработать можете себе задать такой вопрос для чего я этого хочу какие выгоды для меня и начните выписывать на листочек даже самый бред который приходит в голову для чего я хочу сейчас остаться на улице вот когда вот мне сказали что сейчас тут проблемы с квартирой либо надо выезжать либо платить в два раза больше договор не дадут документы не сделать там куча таких мелких проблем было с этой квартирой если бы я себе задала вопрос да для чего я хочу наверное на ум бы пришло то что первое есть для меня что-то лучше либо потому что я недостаточно хорошая мне не везет вот шаблон не везет надо рассоздать и превратить своим рассуждением в миф что такое слово не везет или везет ну обычно успех везет удача это шаблон для жертв творцы они сами все творят им не нужно никакая удача не нужна им не нужно везение вот творцы сами все делают для себя сами своим желанием творят да ну а жертвы они перекладывают ответственность и за них все делают другие но они не рулят ситуацией вот поэтому зачем мне вот это вот везет не везет как хочу так и будет я же творец то есть мы берем и рассоздаем шаблон то есть я какая-то не такая следующий да а какая не такая с кем я себя сравнивать для чего то есть мы берем рассоздаем просто шаблоны как раз создавать шаблоны у меня 500 видео на youtube поэтому посмотрите как я поняла надо найти ответ вопрос зачем мне это надо да можно найти ответ зачем мне это надо для чего я этого хочу но как правило большинство пунктов мы не знаем пока не пройдет время поэтому можно просто себе довериться и понаблюдать потому что как это супер круто обернется для вас мы не всегда знаем у кто умеет предугадывать будущее можете пробовать конечно так какая ты плюшево уютная спасибо а если хреново на душе как переключиться но вот сказать для чего то мне это нужно да какой опыт я из этого должна вынести если вы вернете свое прошлое и возьмете все ваши неудачи все ваши проблемы и как они позже для вас обернулись и если вы это проследите да вы вспомните что потом в итоге было лучше чем было то есть дальше вариантов было масса клевых классных и все это решалось вот например вы развелись плакали там а потом встретили мужчину лучше и думаете блин как хорошо что я развелась или как хорошо что я не осталась с этим парнем или как хорошо что не осталось на той работе с которой меня уволили сейчас у меня там крутой бизнес или как хорошо что я не пошла туда потому что в другом месте со мной случилось крутые какие-то вещи если вы это проследите то это должно дать вам уверенности чтобы вы сейчас знали о том что чтобы сейчас не происходило это наилучший вариант для вас из-за которого как маленькая ступенька последует исполнение каких-то больших ваших желаний нам нужны трудности нам нужны силы в трудностях мы получаем опыт в трудностях мы растем в трудностях мы получаем знания в трудностях мы получаем силу если вы хотите просите там силы то вам дадут испытания чтобы вы эти силы могли проявлять если вы всегда желаете любви то вам вам дадутся испытания чтобы эту любовь научиться проявлять вас будет не любить все до чтобы вы научились любить вопреки всему и так далее то есть каждое событие нужно нам для чего-то и нет плохих хороших событий не все нужны для опыта так почему притягиваются токсичные подруги мужчины как можно это изменить но если они ваше зеркало если они вам пытаются подсказать ваши таланты все их недостатки то ваши таланты вы пишете все что они вам говорят показывают до транслируют и подумайте а как я это для себя могу использовать тоже например токсичные что они делают они например ноют как и ужасно живется то есть жалуются да что такое жалость рассмотрите да как это можно использовать с пользой или они помимо жаловаться что они еще могут токсичные люди делать давно не не попадались токсичные люди жалуются на жизнь на судьбу на людей перекладывают ответственность например перекладывают ответственность где я могу переложить ответственность например я могу делегировать какую-то часть своей работы по дому на работе разделить с кем-то свои трудности например там своим парнем с подругой могу поделиться там какими-то негативными эмоциями, которые во мне накопились, выплеснуть и разделить их. Мне станет легче однозначно. Каждый раз, когда мы чего-то хотим, каких-то желаний, нам для этих желаний не хватает каких-то чувств и действий. Приходят всегда люди и показывают нам, каких именно чувств и действий нам не хватает. То есть вот я, например, сегодня хочу машину, к примеру. Я её не хочу, но вот для вас пример такой есть. И задаю себе такой вопрос, что мне не хватает, чтобы у меня сейчас была машина. Естественно, это не материальные вещи. Мы весь мир творим своими чувствами и фокусом внимания. Сразу же притянутся люди, которые нам будут показывать, каких чувств не хватает для реализации машины, каких действий не хватает. Причём они будут транслировать не какие-то хорошие вещи, а те, что мы отрицаем, потому что всё хорошее и правильное, нормальное с нашей стороны, мы-то принимаем, нам это хватает. А вот всё, что мы отрицаем, всё, что нам не нравится, это как раз таки то, что нам не хватает понять суть этого явления, что это вообще такое и как это использовать с пользой. Начинаем это использовать, и мы получаем машину. Приходят люди и начинают нам что-то транслировать, то, что мы отрицаем, чтобы мы это в себе заметили. Они наше зеркало. Например, токсичный мужчина, он перекладывает ответственность. И вот как раз для машины мне сейчас не хватает разделить с кем-то какую-то ответственность. Надо подумать, да, с кем какую ответственность я могу разделять. То есть последовательность этих действий, в конце концов, по цепочке мне приведёт к машине. Если я начинаю использовать всё, что делают подруги, но в плюс, конечно, в пользу себе, ну и окружающим людям. Например, они токсичат. Что значит токсичат? Давайте разберём. Они жалуются. Жаловаться — это суть явления жаловаться. Это когда мы выражаем своё чувство, что нам чего-то не хватает, к примеру. Как я могу использовать нехватку? То, что нам не хватает, — это наши желания. Они указывают, получается, нам на наши желания, грубо говоря. Интересно. Я прямо сейчас рассуждаю с вами. Обратить внимание на свои желания. Что ещё нам могут токсичные люди транслировать? Помогите, напишите. У меня давно не было токсичных людей. Сейчас посмотрю, что вы тут написали. Про что эфир? Сейчас вопрос задали. Как легко выйти из проблемы? Какой там может быть алгоритм? Это стандартный путь создания нового. Сначала разрушение. Вы говорите, что так только при визуализации. Вообще не поняла я слово «визуализацию». Даже сегодня никак не использовала. Создание нового, да, может быть через разрушение, а может не через разрушение. Через как-то параллельно, может быть. Не обязательно разрушать. Но чаще через разрушение, да. Про визуализацию я вообще не поняла, к чему вы тут сказали. Так, у мужа псориаза. Зачем нет ответа? Ну, во-первых, если взять психосоматику, то проблема с кожей — это связь внутреннего мира и внешнего мира. Значит, внешние проявления не соответствуют внутреннему чувству. То есть человек одевает маски и играет другие роли. Он хочет быть там настоящим таким и таким, но включает правила, оглядку на других, ответственность там за других. Не хочет показать своё истинное лицо, пытается понравиться. Действует вот по указке других людей. То есть он боится проявляться естественным образом. Второе — это еда. Еда, потому что все проблемы с телом — это всё, что мы сейчас едим с вами. Токсичную, химическую, искусственную еду и патогенная микрофлора нами управляет и не даёт нам как раз проявляться так, как мы хотим. потому что все 90%, может, 99%, 99,9% наши мысли, наши желания, наши действия не наши, а микрофлоры, которые через гуморальную систему нами управляют и подкидывает всё, чтобы мы делали именно так, как они хотят. Такие дела. И едим мы эту токсичную еду. Кожа нам сигналит то, что «Алё, давайте перестраивать своё мышление, меняться в своём поведении, свои привычки менять и менять привычку с едой». Псориаз, ну, прочитала тысячу отзывов, наверное, у блогеров «Пищевая алхимия», где за три месяца полностью убирается на живой еде. Меняется сознание и меняется привычка питания. И нету псориаза, нету проблем с кожей, нету проблем каких-то других с телом, когда поменяете еду. Так что подумайте, что вы там едите. Сейчас ещё какой-то вопрос был. Если зеркало подавляет, унижает, да, токсичные подруги, мужчины подавляют, унижают. Ну, первое то, что вы, они же ваши зеркала, сами себя подавляете и унижаете. То есть вы не умеете разграничивать свои границы и чётко сказать, «Нет, пошёл нахер». Вот и всё. А зачем вы это терпите, скажите, пожалуйста. Если вы это терпите, то вы себя и подавляете. Терпила вы, да, а вам просто показывают. А давайте-ка тоже начните использовать, использовать свои границы. Так, и с другой стороны, как с пользой подавления и унижения использовать? Что такое подавление? Что мы можем подавить? Подавить мы можем свои старые токсичные привычки и унизить их до такого состояния, чтобы они были настолько ничтожны, и мы на эти привычки токсичные с вами не обращали внимания. То есть мы можем унижать свои привычки как-то думать или действовать во вред себе и подавить эти привычки, и не следовать им. То есть получается, с одной стороны нам показывают нас, как мы относимся к себе, и с другой стороны, это талант, который мы можем использовать с пользой, как другой пункт, как с другой стороны. Это второй способ, вот так вот можно сказать. Первое, токсичные люди нам показывают, что это мы токсичные, сами к себе так относимся. Подавляют, унижают, это мы подавляем, унижаем. Потому что если вы сидите на гвозде, сидеть и терпеть, смысла нет. Надо встать и уйти. Почему вы сидите и терпите? Или там подруги вас обесценивают. Ну это вы себя обесцениваете. Точно так же. И талант, как можно и что обесценивать. Слово обесценивать – это убирать ценность. Значит, возьмите обесцентии, опять же, какие-то ваши привычки токсичные. Обесцентии, какую-то ненужную вашу работу. Обесцентии ваше нытье и уныние. Обесценить можно всё, что вам не приносит пользу. В принципе, вот так. Ни вашему телу, ни вашей голове. И обесценивать – это талант. Это круто обесценивать. Только надо смотреть, что обесценивать. Можно каждое слово, каждое чувство применить как с пользой, так и во вред. Как атомную энергию. Сделать бомбу, всех убить, либо вырабатывать электричество. Молотком можно убить, можно гвозди забивать, сделать какие-то полочки дома. Точно так же всё, что мы с вами отрицаем, это то, что нам не хватает использовать с пользой как талант. Это та сила энергии, которой мы не пользуемся. Это те кирпичики для наших желаний, это наши инструменты для творения этого мира. А мы это отрицаем. То есть обесценивать – это крутой талант. Обесценьте всё, что вам чуждо и не нужно. Подавите всё, что вам чуждо и не нужно. Потому что подавлять – это тоже круто. Уметь унижать – это тоже круто. Ну, не людей унижать, а то, что с пользой вам не пригодится, к примеру. Неполезное тоже как талант можно использовать. Это вам домашнее задание, подумайте. Так, тут ещё вопрос был какой-то. А если человек тебя обижает, но искренне этого не хочет? Неважно, что хочет человек, искренне, не искренне. Это ваше зеркало. Микки Маус просто пришёл, срезонировал на вашей чистоте, на вашей волне именно то, что вам нужно увидеть здесь, сейчас. То есть, если он вас обижает, талант обижаться, научитесь использовать с пользой, обижать, обида, что это такое, да? Найдите суть этого явления, что это такое, для чего нам нужно обижаться и что мы можем обижать, для чего это нужно. Просто это такое вот рассуждение самим собой. Залезайте в словарь, что такое обижаться, его расшифровка, и подумайте, где это использовать. А также я себя сейчас обижаю в негативном ключе, то есть во вред себе. А где я могу сделать в пользу? То есть вам это просто нужно рассудить, подумать об этом. И как только вы это сделаете, человек этот перестанет это делать, потому что вам уже не нужно будет отдавать этот сигнал, так как то, что вам не хватает, вы вберёте в себя, и зеркало уже не будет это транслировать ваше. Каждый человек, ваше продолжение, ваше зеркало, и только для вас приходит, как учитель, что-то показать, да, что-то показать и чему-то научить, дать какой-то опыт, приходит с ресурсами и с этими, с инструментами, да, и с кирпичами для ваших желаний. Мы привыкли всех людей не любить, негативить на них, там они все петрушки плохие и так далее. На самом деле, каждый человек, учитель для нас, приходит с такими дарами, а мы не хотим видеть, смотрим на этот мир в подзорную трубу и широко не хотим видеть, что это такое. Если человек говорит, что больше не доверяет, вы сами себе не доверяете. Это манипуляция или на самом деле обиделся. Не важно, что это для него, главное, что это для вас. Перестаньте сливаться в других людей, думать, что у них там. Каждый проходит свои уроки, вы должны только для себя решать все, что показывает вам мир. Я обесцениваю экскортниц. Что это значит? Ну, давайте поговорим об экскортницах. Это женщины, которые всем дают и что-то за это получают. Воплощение женской энергии, брать, давать и генерировать эту энергию, получать удовольствие. То есть надо поучиться в плюс делать здоровый энергообмен. То есть принимать, мужскую энергию делать, проявлять свою женскую энергию, желать и давать, и принимать, и принимать, принимать блага и все, что дают люди. Вот как раз таки, если вы научитесь видеть все, с чем приходят люди, с какими ресурсами, с какими кирпичками для ваших желаний, вы научитесь принять. И тогда просто эти экскортницы в вашей жизни даже никогда не вспомнятся, и вы их нигде не увидите, и не услышите, и не прочитаете. Вот. Но если они маячат в вашей жизни, значит, это дело о том, чтобы вы обратили внимание, каким талантом они пытаются вас научить принятию этого мира и брать от этого мира энергию. Поняла, что у меня отсутствуют деньги для того, чтобы я поднимала занницу и что-то делала. Да, деньги — это перемены, деньги — это энергия. Вы не идёте в новое, чего-то не делайте, денег не будет. Как перестать хотеть мотивировать себя на развитие отсутствием денег, перестать хотеть деньги и просто пойти и что-то делать. Твоё мнение про плоскую землю и переход в сознание. Ну, земля плоская, что там, про это говорить ещё. Очень свежо и молодо выглядишь. Спасибо. Мне вчера исполнило 40 лет. Первый день 40-летней тёти проживаю. Обалдеть. Но, по сути, мне лет 400, я так думаю. Так что, это ещё тело молодое прям. Вот. А мозг старючий. Очень свежо и молодо выглядишь. Как мне нравится этот комплимент. Да, 40 лет. Мне 40 лет стукнуло. Но 40 лет и так по человеческим меркам не знаю, сейчас даже это много или мало. вот. Но по мне это прям ещё ребёнок. Так. Ну, видите, какая лялька тут рядом с вами. И про инопланетян, захвативших нашу землю. во-первых, инопланетяне не захватывали нашу землю, я так считаю. Они её создали. Хотите, расскажу одну из версий, к которой я склоняюсь больше всего. я уже очень много лет тихонечко смотрю конспирологию, различные видео о нашем мире, о нашей планете, про плоскую землю, о религиях и тому подобное. Причём я люблю смотреть видео, которые противоположны друг другу, читать, чтобы это одно противоречило другому. И собирать с этого целое. Ведь одна точка зрения это всего лишь точка зрения, допустим, на слона. Один стоит в этой точке, смотрит на слона, другой стоит на другой точке, смотрит на слона, и каждый видит своё. Один сверху на слона, смотрит другой, там снизу, третий сбоку, пятый там с хобота, кто-то с жопы. Все видят разные элементы слона. И каждая точка зрения сама по себе ложна, потому что это всего лишь маленький пазлик истины. Но если собрать все точки зрения воедино, то картина раскрывается всё больше и больше. Я ничему не верю и не принимаю, что именно так это и есть, потому что всего лишь точка зрения. Их миллиард этих точек зрений, и все они правдивы, но сами по себе ложны. И вот к чему я говорю, что очень круто собирать из пазлов целую картину мира. Как шаблоны мы трансформируем все противоположные стороны, противоположные, дуальные, плохо, хорошо, жалость или противоположные, я не помню, что там может быть, длинный, короткий. Это все целая одна медаль, да, и у нее много противоположных сторон, но отрицая одну, мы целое не получим, потому что отрицает автоматически и другое. И вот собирая очень много и долго про наш мир, у меня картина такая сложилась. Сейчас начну рассказывать, блин, волосы дыбом будут у многих. Так, поехали. Жили-были творцы, путешественники, механики, которые создавали по фану жизни в различных измерениях. Они путешествовали на разных кораблях. Ой, а давайте я сейчас выйду в другой эфир, сохраню и начну заново. Потому что я здесь отвечала на вопросы, а вот эфир сейчас скоро закончится, да, и он будет отключаться, я лучше... Потому что история долгая, на час точно. Вот. И переходите где-то через 5-10 минут, я вот сейчас второй эфир сделаю. Согласна, да, вот сейчас выйду, чтобы на час без перерывов я вам расскажу всё, что я собрала за многие там 40 лет своей жизни, пазлы эти. Плюс я читаю, ну, как наша реальность творится, да, что каждая, каждая песчинка в этом мире — это буква, и мы эти буквы, как алфавит, можем считывать этот мир легко. Каждая буква каждой песчинки складывается в слова, в рассказы. Вот можно посмотреть, допустим, если человек скажет, что там пять вещей или четыре какие-то вещи, которые его окружают. Например, я замужем, у меня есть дети, с мужем не лады, с мамой не лады. Я уже могу рассказать про его прошлое, про его работу, про деньги. По нескольким словам можно уже рассказать о человеке. Это каждый может научиться считывать информацию с пространства. Вообще, к чему я это сейчас начала, блин, не помню. Ладно, давайте я выйду. Меня просто уносит. Я выйду, сейчас попью водички, приду и расскажу свою картину мира о том, откуда мы, для чего мы, куда мы идём. И это будет очень страшно для вас. Многие не смогут спать, наверное. Здесь и про плоскую землю, здесь и про вот всё, что вы слышали, я всё соберу в один рассказ и выйду вот через минут 10. В общем, давайте. Не прощаюсь. и прощаюсь.